Ум или красота? Вопрос извечный. А может ли быть идеальное сочетание? Конкурс красоты Северного Арктического Федерального Университета, видимо, не случайно в третий раз проводится именно в дни сессии. Пора экзаменов, она вот-вот-вот, прямо до этого еще посещение лекций, а теперь они еще и защищали дипломы. Буквально тоже вот пару дней назад есть у нас дипломированные теперь специалисты, причем с красными дипломами девчонки. В Архангельске состоялся финальный этап конкурса «Краса Арктики-2014». За право называться самой красивой девушкой вуза состязались 13 студенток, а не 12, как в предыдущие годы. Им пришлось совмещать репетиции, учебу, отработку номеров и сдачу зачетов и экзаменов без малого полтора месяца. Они уже доказали себе, что могут многое. Осталось убедить в этом зрителей и жюри. Конкурс начался на свежем воздухе. Такого в Сафу еще не было. В «Краса Арктики» ломать стереотипы не только относительно ума и красоты. Даже тематика финала была необычной. Море. В первом выходе девушки в костюмах, стилизованных под парадную форму морских офицеров, станцевали яблочками. Даже традиционный рассказ финалисток о себе, так называемое интервью, организаторы придумали заменить чтением стихов о море. Люблю я лишь двоих. Тебя и море. Пожалуй, одинаково люблю. Выходы на сцену участниц конкурса перемежались с выступлениями победительниц студенческих конкурсов красоты из других вузов. Санкт-Петербургского государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, Петрозаводского госуниверситета, Мурманского государственного гуманитарного университета и победительницы прошлогоднего конкурса «Краса Арктики-2013» Маргариты Тумановой. Девушки подготовили презентации своих городов и вузов, а также продемонстрировали наряды, олицетворяющие их край. Это была, можно сказать, проба пера, ведь в следующем году организаторы планируют сделать конкурс межуниверситетским, а в нем смогут принять участие девушки из других арктических регионов. Тема Арктики в этот раз определила все. Даже в самом ожидаемом и самом сложном выходе демонстрации купальников девушки выходили как бы из морской пены. Вспомнили организаторы о птичьих базарах Арктики. Прямо на сцене мастера компании «Лореаль» создавали девушкам прически, превращая их в диковинных птиц. В сопровождении Театра Света и Пластики «Солнце Маори» участницы продемонстрировали удивительный танец птиц, прилетающих за тысячи километров в арктические широты. Как и в предыдущие годы, задача перед жюри стояла не из легких. Обсуждение каждой номинации вызывало бурную дискуссию. «163, 165, 168 она будет смотреться по сравнению со всеми девочками из всех регионов. Но с точки зрения артистичности, подачи своей, я согласен, она классная». Через 40 минут обсуждений вердикт вынесен. В номинации «Краса и оригинальность» победила Алина Чащина. Она же по версии самих участниц стала лучшей подругой. Мария Лысаченкова стала мисс «Арктическое лето» и мисс «Безупречный стиль». Титул «Юной красы» перешел к Ксении Пантелеевой. Светлана Чуракова удостоилась звания «Полярное солнце». Светлана Назарина взяла титул «Снежная нежность». «Краса и обаяние» ленту с таким названием надела Екатерина Шутова. Самой очаровательной улыбкой была признана улыбка Анастасии Томиловой. Совершенству и грации такой титул достался Валерии Магомедовой. Награду за лучший портрет получила Лилия Букацел, а красу экрана жюри признала Ксению Большакову. По традиции призовые места объявляла ректор Сафу Елена Кудряшова. Второе и третье место, а также титулы «Полярная звезда» и «Сияние Арктики» получили Надежда Вострякова и Валерия Харина. Кстати, Валерия также удостоилась приза зрительских симпатий «Покорительница Сердец». Абсолютная победительница конкурса «Краса Арктики-2014» награждается Клюева Александровна. Корону победительницы конкурса и семестровую стажировку в любом на выбор университете партнере Сафу в США, Канаде или Европе получила студентка третьего курса Лесотехнического колледжа императора Петра I Александра Клюева. Единственная среди участниц, получающая среднее специальное образование в университете. Тем важнее для нее продолжить учебу и поступить уже в высшее учебное заведение. Поэтому главный приз оказался как нельзя кстати. После стольких поздравлений друзей, преподавателей, слез, радости и внимания журналистов голос победительницы буквально срывается. Я не ожидала, я реально не ожидала такого, что так будет. Я не совсем верила в свои силы, но я была уверена, что хоть что-нибудь у меня будет. Хоть что-нибудь. Какая-нибудь победа. Я очень рада. Безумно счастлива.